всем привет сегодня сделаем три простых и очень ловистых самоделок по осеннему хищнику первая самоделка будет у нас по самому крупному хищнику который у нас водится это сом сегодня сделаем простую снасть на осторожного сома отмеряем полтора метра толстой лески или флюорокарбона на одном конце делаем петлю узлом восьмерка берем крючок на сома я пользуюсь гамакатсу 4.0 или от фирмы дам 5.0 петлю которую сделали заводим мушку со стороны жала крючка и протягиваем крючок на сома надеваем крючок в петлю таким образом мы можем легко заменить на новый крючок или поставить тройник при надобности второй конец лески заводим в ушку 100 граммового груза отводим груз примерно в 40 сантиметрах от края делаем петлю узлом восьмерка и на оставшемся конце лески делаем небольшую петлю эта петля крепится к нити от удилища через сантиметров 30 идет груз и дальше крючок на метровом отводе пробойником в старом тапке делаем отверстие делаем вот такие кругляши надеваем их на крючок и подводим крючку тем самым наша снасть получается с подводным поплавком с минимумом лишних элементах на снасти которая не будет настораживать сома также не могу не упомянуть способ дальнего заброса нежной наживки на сома такой как куриная печень или выползок чтобы наживка была доставлена в точку лова без повреждений я обсыпаю ее жареной макухой макуха убирает лишнюю влагу и служит хорошим аттрактантом на сома а затем ставлю в ПБА мешок для карповой рыбалки эти мешочки я покупаю в алиэкспрессе, они там стоят в разы дешевле чем у нас ссылку на них оставлю в описании сома там нет он при попадании в воду такой ПВА мешок практически моментально растворяется является полностью безопасным для рыб, снасть была заброшена днем с выползком учуя выползка окуня первыми пришли на трапезу на тридцать седьмой минуте когда всего выползка скушал окунь и на этот запах пришел сом, хороший сом, понял что уже кушать там нечего и ушел дальше по своим делам тем временем на второй снасти рядышком возле выползка собралось немало окуня и карася и тут из-за камня появляется небольшой сомик и сразу приступает расправляться с выпуском эти кадры было совсем не просто заснять, если подводные поклевки сома вам понравились напишите это в комментарии а мы переходим к второй самоделке понадобится шампур для шашлыка ширину он 12 миллиметров длину отмеряем 14 сантиметров отрезаем отмеряем 70 миллиметров от края, кернем и сверлим отверстие ставим гвоздь на центральное отверстие и делаем пару ударов молотком одну половину нужно согнуть под небольшим углом полудугой и дальше сгибаем в месте где намечали гвоздем 12 миллиметров от края нужно отрезать под углом примерно в 30 градусов вот так у нас должно получиться в торце отверстие нужно рассверлить сверлом на три разгибаем заводное кольцо и делаем вот такую загугулину заводим ее с внутренней стороны блесны вяжем стример на тройнике из шерстяных красных ниток или белых ниток зависит от рыбы которую хотим ловить щуку или жериха с удаком вес блесны 18,5 грамм вот такая довольно простая и уловистая реплика известной блесны под названием супер дюпер как на такую оригинальную блесну ловит крупную форель в штатах ссылку оставлю в описании под видео на громномерке она играет просто шикарно но настоящая игра открывается при твите но мы ее сделали из шампура и бесплатно по местной щуке жериху и судаку думаю эта блесна выстрелит на ура скоро проверим ранее я делал цикаду и она вышла достаточно уловистой ловил окуней, щук и судаков по просьбе младшей аудитории канала покажу как сделать такую цикаду по простому для изготовления цикады понадобится кусочек оцинковки или нержавейки груз на 8 грамм для отводного поводка и шаблон цикады как я его делал ссылку оставлю в описании вырезаем напильником снимаем загусенцы и ровняем по линии в грузе делаем разрез посредине, но не до конца примеряем груз примеряем груз надо его немного выгнуть от вертлюжка избавляемся кернем и свернем отверстие чертеж всех точных размеров цикады,самое уловистое положение цикады это первые отверстия от хвоста в щели груза засыпаем пищевую соду ставим на место лепесток и проклеим супер клеем при этом сода превращается в подобие пластика и очень крепко будет крепить все элементы цикады между собой при желании можно тельце приманки покрасить лаками для ногтей вес цикады 8,5 грамм если видео подборка самоделу понравилась оцените его лайком и напишите в комментариях а как только видео наберет тысячу лайков я сразу публикую вторую часть с вами был павел и канал самодельная рыбалка спасибо за просмотр всем пока спасибо за просмотр